Вы бы знали, сколько у меня занял этот богомол времени. Самое прикольное, это когда ты берешь всю свою пятерню в краску и как ляпаешь. I'll get your troubles and just get happy. You're about to chase all your cares away. Я вот реально, я себя ловлю на мысли, что я смотрю это и думаю, боже, что у этого человека в голове? А потом понимаю, что это я рисовала. Добрый день! С вами художник, это я. Я рисую картины, и я вам их покажу. Сегодня наконец-то пришел день, когда я вам покажу все мои картины, которые у меня с собой. А их семь штук. Вот, я очень рада на самом деле, потому что... Потому что они очень даже ничего такие, я вам скажу, да. Итак, первая картина. Ну, это вообще, это вообще не похоже на мое творение, да, знаете, вот, если смотреть на меня. И на это. Ладно, теперь по-нормальному. Итак, здесь изображен... У него такая красивая внешность, мне хочется его рисовать всю свою жизнь. И я насмотрелась на его фотографии и решила, давайте-ка я его нарисую, да. Я его нарисовала. И что я сделала? Я нарисовала кучу глаз. Не спрашивайте. Не спрашивайте. У меня крыша поехала, зато вышла очень красиво. Мне очень понравилось рисовать все эти глазные яблоки, просто ужасно нравится. Потому что меня немного так удивляет тот факт, что, знаете, вот с виду наши глаза, это такие, ну, привычно нормальные, там, радужка, зрачок и все. Но на самом деле у вас в черепе вот такие вот шары. Это удивительно. Биология, природа человека. Я придумала кучу разных зрачков, там вот у меня есть такой змеиный глаз, какой-то красный глаз. Также тут есть глаза-цветочки, пожалуйста, не бойтесь меня. Я еще сделала заднюю сторону, закрасила ее всю красным цветом и сделала глаз. И написала свою подпись и дата создания. Уже год, как я нарисовала эту картину, и она все еще мне ужасно нравится. Я считаю, это успех. Мне очень нравится, что она такая мрачная. Ну, несмотря на глазные яблоки, да, мне очень нравится, как я подобрала цвета. Потому что я не люблю простой бежевый цвет кожи. Я всегда найду какой-то, там, красный оттенок. И я сделаю его не каким-то, там, розоватым, а прям красным. Красным. Итак, следующая картина, мой автопортрет. Еще я хотела объяснить, почему я в основном рисую именно себя. Мне очень интересно именно смотреть на себя, мозгом меня, но делая этим мозгом что-то не похожее на меня, но в то же время это я. Вот это я объяснила. Никто ничего не понял. Короче, я рассказываю историю о создании. Я сидела, я связала себе мою шапку, и я сидела в этой шапке. Было лето, или, по крайней мере, весна. Но я решила одеть еще и шапку, потому что она мне очень понравилась. Это был вечер, отключили свет, и я сидела, и мне не было ничего делать. Я включила фонарик на телефоне, подошла к зеркалу и посветила фонариком снизу. То есть, когда ты светишь на себя снизу, такие вот страшные тени появляются. И я такая. Я это нарисую, я это нарисую, я должна это нарисовать. Вот это вот я смотрит вам в душу своими голубыми глазами, со страшными тенями на своем лице, но зато в милой и красивой шапочке. Окей, следующая картина, она большая. Офигенная картина, боже. Кто ее нарисовал? Кто рисовал все эти маленькие детали? Да это же я! Итак, это тоже я. Я очень люблю лягушек, очень жабок всяких. И я такая сидела и записала себе в скетчбук, типа, а что если я была бы лягушкой? В чем, в принципе, идея всей этой картины? Я лягушка, да? Я лягушка какой-то инопланетянин. В джунглях меня окружают вот эти вот всякие существа. Вот здесь вот есть классный жук, улитка, кузнечик, богомол, еще улитка, бабочка, гусеница. В общем, если смотреться, да, немножко ей сходство. Но у нее больше вытянуто лицо, и понятное дело, как бы, я не зеленая. Еще в чем прикол? Когда я это все рисовала, я сидела очень близко к картине. То есть вот так вот, типа, всматривалась. И когда я рисовала глаза, вот если приблизить, очень красиво, типа, видно все реснички, видны веснушки, тут куча маленьких деталей, да? Когда приближаешь, очень красивая девушка, прям капец. Я же сидела, и я просто не видела, что если ее отдалить, то получится какой-то монстр со светящимися глазами. И таким образом получилась такая иллюзия обмана, то что если так смотреть, то это вообще ящерица, какое-то инопланетное существо. Но если вы приблизите, очень даже привлекательно, очень даже невероятно. Я забыла, что я рисовала ее маркерами, и у меня теперь все руки грязные. Надо залакировать свои картины, а мне лень. Вводим вас в новый период моего творчества. Итак, у меня сорвало менталку, моя крыша поехала, у меня проблемы в жизни, там, конец школы, куча там, контрольных, все дела. Особо мое ментальное состояние отчалило. Рассказываю историю создания. Я купила вот эту картонку, и я решила, почему бы мне не начать делать такую технику, когда ты просто ляпаешь кучу красок, размазываешь их. Я просто стояла на этой картине, и я делала все, что я захочу. Вот захотелось мне нарисовать глазик, я рисую глазик. Захотелось мне нарисовать какого-то странного котика, я рисую котика. Захотелось там завитушку из красок сделать, я не жалею краски, я просто фигачу. И это очень помогло. Обожаю размазывать краски теперь. В общем, мне кажется, по главному персонажу видно вот это мое состояние. Так что это не просто размазня, это моя душа. История следующей картины. Я начала, так, вот такое, знаете, завораживающее начало. Я начала смотреть всякие картинки в Пиндержесте, там, где потеки, наляпанные краски. Я решила, почему бы и нет. Я нарисовала вот это вот. Вот оно, кажется, мне кажется, в разы печальнее, но на самом деле вот это рисовала просто в самом веселом настроении своей жизни. Я там слушала музыку в наушниках, там подтанцовывала, ляпала красочки, мне вообще было пофиг на все. И получилось вот это. Здесь никакой нет предыстории кровавого убийства. Я никого не убивала, ничего не делала, с головой у меня все было в порядке. Просто так получилось. Не сдавайте меня в психушку. Все хорошо. Нет, все-таки какая-то предыстория есть. Я посмотрела Твин Пикс. Это все объясняет. Еее, это все объясняет, почему тут так много крови и странной жести. Ну, мне кажется, это очень красиво будет смотреться у какого-то миллионера на стене. Если вы миллионер и хотите себе это на стену, напишите мне, пожалуйста. Дорогие миллионеры и не миллионеры, у вас есть такой прекрасный шанс купить мою картину и смотреть на нее вечерами и думать о жизни. Тоже я, как вы могли догадаться. Если я повернусь вот так вот, наглоню голову и начну плакать, возможно, вы найдете сходство, да. Мне кажется, у меня опять было что-то в жизни не так. Я не понимаю вообще. Я уже забыла. Я как-то так наклонила голову, и на меня как-то так классно упал свет. Я такая... О! Невероятно. И нарисовала. Тоже я рисовала какие-то... Можно сказать, это как будто бы выбросы из моего мозга. Вот у меня что-то пришло там, например, рисуем молнию, рисуем молнию. Или там рисуем глаз рыбу, рисуем глаз рыбу. И вот так вот это все интересно, можно проследить, проанализировать мои мысли, можно сказать. У меня все такое ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хочешь, краской ляпнул, хочешь, карандашом повозюкал, хочешь, постемью. Интересный факт. Вот здесь вот вы можете видеть капельку с ручками и ножками. Это, можно сказать, уже мой персонаж, потому что я ее рисовала везде, мне кажется, на этих картинках. Последняя картина. Опа! Итак, в чем прикол этой картины? Здесь вы видите два портрета. Вот этот вот и вот этот вот. Опять же я. Тоже я. Разные интерпретации меня. Разные видения меня-меня. Также вот эта вот знаменитая капля, о которой я говорила, да, что мне приходит в голову, то я и делаю. Я также сделала вот здесь вот клеточку. Мне кажется, это вообще очень хорошо смотрится, если считать тот факт, что тут все такое разноцветное, а здесь черно-белое. Мне мои картины напоминают немного коллажи. Знаете, много разных текстур, всякие разные вещи, которые, может, даже несовместимы. В общем, это очень весело. Я рисую для веселья и для того, чтобы показать то, что у меня находится внутри. Такой хороший зайчик, милый. Такой хороший зайчик. И жабка. Люблю жабок. Оцените по шкале от 1 до 10. Насколько вы ожидали, что я буду рисовать глазные яблоки. И также я закончила художку. Я закончила художку. Я теперь рисую, что я хочу. У меня есть диплом. И, кстати, зацените поближе грибочек и жабка. Они ужасно милые. Спасибо большое, что посмотрели на мои картины. Оцените их в комментариях. Скажите, насколько вы испугались. Все, спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас. Все, отчаливаем. Почему вы должны рисовать картины? Во-первых, потому что в жару вы можете обмахиваться ими, как веером. Нефероятно. Очень полезные вещи. Видите, искусство — это не просто красивая картинка. Это еще и польза.